Новость последнего часа. Власти США расширили список российских граждан и организаций, против которых введены санкции в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил американский Минфин. В списке 34 физических и юридических лица. Среди них подразделения Сбербанка, ВТБ, Ростеха и Яндекс.Деньги, а также люди и компании, которых американцы считают связанными с концерном Калашников, Ижевским механическим заводом и рядом российских предпринимателей. Есть и отдельный крымский список. В нем несколько банков, три винных завода, Массандра, Новый Свет и Могорач, Азовский ликероводочный завод, курорт Нижняя Орианда, Ялтинская киностудия. Как заявили сегодня в пресс-службе группы ВТБ, внесение банка ВТБ-24 в санкционный список никак не отразится на клиентах. Запрет касается заимствований на американском рынке, а кредитное учреждение и так этим не занималось. Москва считает нелогичными и недружественными намерения решения США расширить санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, подобная политика разрушает отношения двух стран. Со своей стороны замглава российского МИДа Сергей Рябков заявил, новые санкции будут иметь нулевой эффект. Но, как и раньше, негативно скажутся на российско-американских отношениях. По его словам, Москва примет ответные меры. Продолжение следует...